Всем привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами, как всегда, Марина, канал Diamond Dream, если вы еще не знакомы со мной впервые на моем канале. Если вы уже не в первый раз, то вы знаете, что я каждый день стараюсь делать регулярный, традиционный расклад карта дня, для того, чтобы посмотреть, какие энергии будут отыгрываться в пиковом их варианте в определенные периоды нашей жизни. То есть дни. Мы выбираем определенный день и его смотрим. Сегодня мы будем смотреть 5 августа 2020 года. 5 число 5 соответствует Аркану и Ярофант. Я буду вам озвучивать теперь такие вот цифры, для того, чтобы вы, возможно, более глубоко начинали проникать в мир Таро прекрасный, волшебный. Аркан и Ярофант свидетельствуют о духовности, о традициях, о высших ценностях. Это старший Аркан, и, соответственно, и энергетика дня будет, общая энергетика дня для всех будет в этом русле. То есть нужно поступать правильно, знаете, как в заповедях. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Так нужно делать всегда, но особенно в дни, которые у нас отмечены цифрой 5. Нужно проявлять мудрость, нужно проявлять милосердие, нужно проявлять вот такие высокие очень качества, для того, чтобы нести свет в мир. И для того, чтобы, соответственно, кармический бумеранг возвращал вам только позитивные энергии. Сегодня у нас 4 варианта, как всегда традиционно. 1, 2, 3, 4. Зеленое, белое, синее, желтое сердечко. Выбирайте либо по цифре, либо по цвету, либо по карте-сигнификатору ситуации, энергии, которые я сейчас буду выкладывать. Использовать я буду колоду Кипер и колоду Подсказок от Ангелов-Хранителей. Пока я выкладываю Арканы, карты, и вы определяетесь, я хочу напомнить, что если вас интересует обучение Тарой, вы хотите обучиться делать расклады самостоятельно для себя, для своих друзей и близких, либо уже готовы заняться этим профессионально, и вам необходимы знания, хороший багаж базовых знаний, чтобы заложить прочный фундамент будущего вашего успеха профессионального, либо просто для себя обучиться и получать каждый день подсказочки «Мудрые от Таром». И вам нравится моя манера подачи информации, пожалуйста, обращайтесь в личку, мои контакты под каждым видео. И видео-анонс моего обучающего курса также находится под каждым роликом. Вариант 1, вариант 2, вариант 3 и вариант 4. Так, определяйтесь, доверяйте своей интуиции, долго не думайте, выбирайте тот вариант, который вам показался правильным сразу. Чаще всего именно он и оказывается наиболее правильным. Итак, еще подсказки берем из колоды, мою любимую подсказочной, ангельской. Третий вариант и четвертый. Если вам необходимо время еще дополнительное для того, чтобы определиться, ставьте видео на паузу, а мы будем начинать. Зеленое сердечко, вариант номер 1. Сегодня вы стоите перед, вообще не только сегодня, а в принципе такой период у вас в жизни, когда вы стоите перед каким-то выбором, на некой развилке. Перед вами открыты двери. Вам только нужно понять, в каком направлении двигаться, выбрать свой путь. И, пожалуйста, помните о том, что правильно, со всех точек зрения, выбирать путь светлый, который будет дарить вам радость. И людям во Вселенной, в мире, в мире, окружающим людям очень важно. Это важно, когда вы удовлетворены и несете свет людям. Но этот аркан именно такой посыл дает. То есть перед вами открыты ворота, перед вами открыта дверь в будущее, в какие-то перспективы вам только лишь нужно определиться. Если вам кажется, что нет пути, все закрыто, все непонятно, как и куда действовать, то есть просто попросите небеса о том, чтобы вам глаза ваши открыли, и вы явно увидели этот ясный, прекрасный путь, который открыт перед вами. То есть перед вами какие-то некие перспективы, очень светлые, есть прекрасные на данный момент. Вам нужно их увидеть и начинать движение вперед. Вот такой первый вариант. Очень хороший вариант, аркан для начинаний каких-то. Если вы что-то новое хотите начать, будет вообще прям здорово, суперски. Потому как все пути для вас открыты. И давайте посмотрим ваш совет от ангелов. Шестерка действия. Какое это прекрасное событие для вас. Ваш проект получил полный успех, принеся вам награды, продвижение на службе или другие формы признания за приложенные усилия. Работа сделана превосходно. Если кто-то оказывает вам помощь, предлагая свое содействие, то знайте, что этот человек послан вам небесами. Вы должны признать это. Причем вот эта энергетика, это либо сегодня придет, либо в ближайшее время. Энергии отыгрываются, естественно, не четко в рамках суток, а какой-то определенный период. Это ваше ближайшее будущее. Браво, единички. Очень рада за вас. Так, второй вариант. Белое сердечко. Сегодня вам нужно проявлять мудрость. Сегодня вам нужно принимать взвешенные решения. Сегодня нельзя действовать на эмоциях, нужно все обдумывать, как вот этот человек зрелый. Проявлять зрелость во всех своих решениях и действиях. То есть не вести себя как незрелый подросток, либо ребенок. И не вестись на поводу у каких-то эмоций таких, знаете, мимолетных. Все взвешено, все обдумано, все продумано должно быть. Это очень важный момент, это прям подсказка вам идет. Проявляйте зрелость. И, конечно, в энергетике вашего дня может отыграться вообще в событиях некий мужчина уже в возрасте. Либо мужчина зрелый сам по себе. Он может быть как в возрасте, чисто в физическом плане, так и зрелый эмоционально и духовно. Человек мудрый. Либо совет от него получите, либо как-то вас жизнь с ним сведет сегодня. Кто угодно может быть и родной человек, и абсолютно посторонний человек. Но каким-то образом он может сегодня в вашей жизни возникнуть и отыграться. И совет от ангелов. Справедливое решение. Ваши ангелы осведомлены о том, что у вас есть заботы, но вам ни о чем не нужно беспокоиться. Твердо стойте на своем, зная, что небеса освещают божественным светом каждую ситуацию, в которой вы могли бы оказаться. И что все проблемы благополучно разрешатся. Найдите время, чтобы обратить внимание на мелочи. А прощение принесет мир и спокойствие каждому, кто вовлечен в круговорот тел. Прекрасный аркан. Просто замечательный. И совет очень-очень мудрый для третьего варианта. Ой, для второго, извините, варианта. Смотрю уже на третий, потому меня и на третий тянет. Так, третий вариант. Синее сердечко. Ну, вот смотрите, если вас сегодня посетит какое-то уныние, либо ощущение какого-то провала в чем-то, депрессия, вот что-то такое, вы можете себя жалеть, что-то где-то не удается. Вам будет так казаться. Но это не так на самом деле. Берите себя в руки. Помните, что рядом есть друзья всегда, которые вас поддержат. Тут собачка, видите, у ног лежит. Не надо долго печалиться. Если какие-то потери, если какие-то неудачи. Это все, не забывайте, что все, что случается в жизни, все случается к лучшему. И обычно через какие-то вот такие сложные моменты в жизни мы приходим к пониманию чего-то очень важного, чего-то очень настоящего. Это делает нас сильнее. И дальше мы уже по жизни идем более сильными. В общем, если вам захочется сегодня себя пожалеть, либо какое-то уныние вас посетит, ну, можете, конечно, немножко поунывать. Но помните, что это смертный грех, и не стоит в этом состоянии долго пребывать, потому что жизнь прекрасна. Нужно собираться и идти дальше, собираться силами и идти дальше. И вот как раз вот эта собачка у ног человека, она прям символизирует то, что есть друзья, есть люди, есть энергии прекрасные в этом мире, которые вас всегда поддержат. Ну, и, конечно, высшие силы. Вот такой вариант. В общем, не отчаивайтесь ни в какой ситуации. Что-то вы себя как-то можете жалеть в чем-то, либо чувствовать жертвой в чем-то. Ну, вот что-то такое, вам нужно из этого быстренько выходить. И вы, конечно, быстро выйдете. Восьмерка мыслей. Возможно, вы почувствуете, что ограничены обстоятельствами. Ну, смотрите, как с нами говорят карты. Это просто нечто великолепное. В которых оказались, но это всего лишь иллюзия. Дайте себе обещание перестать быть привязанным к той или иной ситуации, поскольку это отнимает у вас радость. Не ждите, что кто-то придет, чтобы спасти вас. Вы сами можете освободиться от этих пут. Вот великолепно, просто четко совпадает с вашей картой дня. Все то, о чем мы с вами говорили. Четвертый вариант. Желтое сердечко. Сегодня можете заниматься какими-то официальными делами. Может быть заключение контрактов. Может быть суды, подписание каких-то договоров, бумаг. Может быть к нотариусу сходить надо. Может быть справку какую-то получить. Может быть еще что-то. Вот это может быть. Можете столкнуться с официальным каким-то человеком. Причем это кто угодно может быть. И чиновник, и учитель, и даже врач очень часто по этому аркану отыгрываются. Юрист, риэлтор. Ну вот кто угодно. Все, что связано с какими-то официальными учреждениями, документами. Вот все это может отыграться в энергетике вашего дня. Но также, конечно, вам говорят себя сегодня тоже надо вести достойным образом. Если вы мужчина быть джентльменом в любой ситуации. Если женщина, то вести себя как леди. Сдержанно, очень тактично, умно. Вот абсолютно в любой ситуации в вашей жизни. Вот такой аркан для четвертого варианта. И давайте посмотрим ваш совет. Праздник. Это восхитительное время в вашей жизни. Трудности отступают, и виден свет в конце тоннеля. Это и есть та звезда, о которой вы мечтаете. Самый подходящий период, чтобы строить долгосрочные планы относительно радостного будущего. Верьте, что все складывается наилучшим образом. Ой, прекрасный. Это аркан. Аркану звезда соответствует старшему аркану в традиционной классической колоде Таро. Это прекрасный аркан. Четверочки. Супер просто. Спасибо большое за то, что были со мной сегодня. Если мой расклад был вам интересен. Развлек вас, принес вам пользу. И тем более срезонирует и срезонировал. Буду очень рада и благодарна вашему лайку, вашему доброму комментарию. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Я же желаю всем счастья, любви. Всего самого светлого и прекрасного. Но и, конечно, самых-самых светлых, замечательных энергий каждого дня в вашей драгоценной жизни. Всех целую, люблю. Пока-пока. До завтра.